Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. Сегодня у нас много витаминов для души и время для тишины. Мы постараемся изнежить нервную систему. Начинаем. Поехали. Сейчас время для вести от нашего информационного партнера. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Приятный вес – это чудедейственные витамины для нервной системы. И вот даю вам витаминчик. Этого котенка мы показывали по телевизору. Папа-британец, мама из подвалов Черкеска. Сироте мы искали семью и нашли. Теперь черкесский британец живет в хорошей семье. Его кормят парными деликатесами. Так вот, телевидение помогло бродячему котенку найти дом и имя. Назвали его Греем. Теперь мы ищем семью еще для одной кошечки. Эту красавицу выбросили хозяева, потому что ребенка появился новый каприз. Годовалая кошечка привита, стерилизована, обработана и имеет аристократическое воспитание. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. Главным витамином для нервной системы является тишина. Она нужна как воздух, солнце и вода. В тишине можно понять ценности жизни. Такое впечатление, будто смотришь из нашего сегодняшнего дня на приметы быта советских людей, которым выпало жить в военную пору, участвовать в событиях Великой Отечественной войны. В экспозиции, подготовленной в Ставропольском историко-культурном и природном музее-заповеднике, самое ценное – подлинные письма с фронта и фотографии военных лет. Они, как эпиграф к интереснейшей выставке фотокартин Андрея Смольникова, которую автор назвал «Время для тишины». Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, Когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны, И стоим мы в дни войны тишиной оглушены. О фотохудожнике Андрея Смольникове наш телеканал подготовил документальный фильм. И сегодня, в это прекрасное утро, о своем герое «Из времени для тишины» расскажет заслуженный журналист Карачаева Черкесской Республики, писатель, маэстро отечественного телевидения Светлана Шендрик-Переславцева. Скажите, пожалуйста, откуда вы находитесь таких героев? Сейчас речь идет об Андрее Смольникове, фотохудожнике. Действительно, мы подготовили передачу, которую зрители увидят на следующей неделе. Что касается героев моих программ, то здесь несколько путей, ведущих к их сердцу, я бы так сказала. С одной стороны, конечно, я уже довольно давно, более 30 лет живу и работаю в этом регионе, и я знаю людей, которые здесь живут, самых интересных, самых значительных, как-то стараюсь отмечать для себя, знаю их поступки, образ мыслей, их творчество, если это творческие люди, их достижения, если это наука или другие области человеческой деятельности. То есть я, когда подхожу к герою и намереваюсь сделать о нем очерк, это, в общем-то, результат многолетних наблюдений. Это один путь. А второй путь, когда приходят зрители или очень хорошие знакомые и говорят, вот есть такая личность, сделайте о нем передачу. По рекомендации. По рекомендации, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, каким должен быть герой, чтобы он стал героем вашего романа? Мне кажется, этот человек должен быть наполненным, человек очень влюбленный в то, что он делает, человек ответственный. Неважно, это политик или колхозник. Да, неважно. Вот скажите, пожалуйста, вот ваш герой, прапорщик. Это с одной стороны, с другой стороны, у него прекрасное чувство прекрасного. Вот так вот я вам скажу. Как так получилось, что прапорщик мог стать фотохудожником? Откуда вот такой дар? Андрей Смольников, он из военной семьи и много лет посвятил службе в рядах российских вооруженных сил. Он десантник, он действительно очень серьезный военный, я бы так сказала. Награжден высокими наградами. И после увольнения в запас российской армии он занялся творчеством. Я у него спрашивала, как изменился его такой жизненный путь и сфера его интересов. Он не мог ответить на этот вопрос. Он начал снимать, он на тему увлекся, и он обнаружил для себя очень интересную сферу приложения своих сил творческих. Он стал ездить в экспедиции. Он живет в Таврополе, но он фактически прошел весь Кавказ. Он много снимал в республиках Северного Кавказа. Его, как он рассказывал, никогда не смущало, что в этой экспедиции он находится один. То есть все снаряжение фотографа берет с собой и в горы. И его это вполне устроило. И там, в различных селениях Северного Кавказа, он находил своих героев. Это герои кто? Ну, тут можно, я бы разделила, так сказать, вот сейчас его творчество на два таких направления. С одной стороны, он мастер портрета, и он с большим уважением и, я не знаю, потрясающим вдохновением снимает портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Я даже в своем журналистском комментарии написала, может, кто-то на меня обидится, но я это написала так, как я это думаю. Никто не умеет так снимать ветеранов и так их любить, как это любит и снимает Смольников. Наверное, кто-то обидится, но мне кажется, наши зрители, когда посмотрят на его портреты, они в этом убедятся, они согласятся со мной. Это одно направление. А второе направление, оно связано именно с сегодняшними горцами, и он с большим интересом и с большим мастерством снимает кавказских стариков. В частности, они сотрудничали, и сейчас сотрудничают с Сашей Охтовым, который очень хорошо знает историю черкесского народа. В частности, очень много сделал для популяризации событий, связанных с Саулом Беслиней. И вот это сотрудничество вылилось тоже в новый цикл работ. Смольников снимает горца, снимает стариков. Очень интересные фотоработы получаются. Во время съемок «Ветеранов», когда я уже стал их снимать, когда я ушел туда с головой, мне стало это очень интересно, я туда полностью погрузился. И мне захотелось найти хотя бы, кто остались вместе живы, муж с женой. Но вот из 25 человек, которых я снял, я только три человека нашел, три семьи. Это вот семья Сутыгиных, Токаревых и семья Зацепа. И, конечно, когда ты встречаешь этих людей, которые муж и жена вместе, понимаешь, что они прожили, например, как семья Сутыгиных, больше 70 лет вместе, ну это, конечно, этим людям вообще на памятник при жизни ставить, да? И ты хочешь их показать вместе. Показать вот эти чувства, которые они пронесли через эти 70 лет. Про семью Сутыгиных, как они любят друг друга. Вот Вера Ивановна, она ослеплась, жили 20 лет, не видит. Они в доме живут с детьми, у них комната через стенку. Вот. И когда они просыпаются по утрам, у них такая перекличка идет. То есть он ее спрашивает, «Ты там живая?» Она говорит, «Живая». Он говорит, «Смотри, ты же первый не уходи, я первый должен». И вот я сфотографировал, когда они сидели на диване. Ну там надо было видеть, когда они вместе сидели, у меня есть фотографии, как они целуются. Ну, я не стал эти фотографии делать, они остались у меня. Это, конечно, надо было что-то видеть, да, вот это, ну не знаю, вообще не передать. Попросил их взять фотографию в руки. И вот они держали ее вдвоем. Вот об этом даже я не просил. Он ее взял сам за руку, положил ей руку на руку. И вот я вот так сверху снимал вниз, а у него вот так рука лежала. И вот как он ее гладил вот эту руку, да, конечно, это вот, это дорогого стоит-то увидеть, да. Настолько все это прошибает, прям вообще не передать. И семья Токаревых, Токаревых вообще 102 года. Я к ним, когда приехал, а его жене 95. И я к ним, когда приехал, я тоже не знал, что у него жена, например, жива, да. Я ехал снимать ветерана, а приезжаешь, оказывается, и жена жива, вот, то есть семейная пара. Но я на 95 лет, и она уже практически не ходит, да, она тяжело болеет. И у них тоже в комнате кровати рядом. Я поставил стульчик там в комнате, он сел рядом, а дальше это, то есть, это вот, то, что он взял ее за руку, на нее смотрит. Тут уже никакой режиссуры нету, это все было вот, вот, как оно было, все было по-настоящему. И получился вот такой кадр, да. А скажите, пожалуйста, в процессе создания документального фильма о нем, что вы еще такое выявили интересного, кроме того, чтобы показать телезрителям его прекрасные фотоработы? Ну, мне показалось, что это потрясающий скромность и человек. Да? При всем при том. Вот, хотя, вот я вот так скажу, что его работы, они получили высочайшие награды. Он состоит, значит, имеет членство в международных творческих объединениях, куда попасть достаточно сложно. Имеет награды, вот он даже когда на выставке выступал перед ветеранами, побывали еще, по-моему, в феврале это было, у него выставка была в Ставрополе. И вот он там, в частности, отвечал на вопрос, награды каких стран есть в его багаже. Мне кажется, он перечислял их достаточно долго. Достаточно долго. У него некоторые работы до 11 золотых медалей имеют. То есть это побывав на различных выставках, высоко оценен вот его, так сказать, вот этот цикл, связанный с ветеранскими портретами. И если заглянуть в интернет, там очень много его работ. Скажите, пожалуйста, вот когда герой отрицательный в нынешнее интернетное время, они больше лайков собирают. Это очень интересно, все друг другу пересылают, все. А как вы привлекаете внимание зрителей к положительным героям? Я понимаю, когда положительный герой так на время, ну, котенка спас, может быть, щеночка спас. А когда герой без какого-либо сиюминутного подвига, ну, то, что он делает, это реально монументальная работа. Но в данной ситуации мы говорим тогда не только о Смольникове, да? Да. Ну, что касается людей, ну, я вообще еще раз подчеркну эту мысль о том, что телевидение – это есть концентрация человеческого опыта жизни. Понимаете? И поэтому я на это и опираюсь, что, посмотрев передачу о каком-то значительном человеке, мы не просто узнаем факты его биографии, мы учимся у него жить. Ну, в данной ситуации человек, так сказать, возраст мне уже, может быть, не позволяет говорить «мы учимся». Но зрительская аудитория, в которой есть средний возраст, есть молодежь, да, они, наверное, в какой-то степени учатся у этих людей. То есть вы хотите сказать, что данные документальные фильмы и вообще положительные герои – это как витамин для нашего общества? Безусловно. Даже если говорить о передаче вот о Смольникове, вот его уважительное отношение к ветеранам – это уважительное отношение к нашей истории. Это пример того, как надо относиться к людям, которые прошли Великую Отечественную войну. Вот. И поэтому для названия передачи я взяла строчку из песни, которую в свое время написали Висбор и Никитин. Называется эта песня «Военные фотографии». И там вот есть строчки «И остались годы эти в унеброме, в бромпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой». И вот передача у нас так и называется «Фотографии на память для отчизны дорогой». Вот ваш герой фотографирует ветеранов, фотографирует горцев уже в возрасте. Естественно, в их глазах жизненный опыт, трагедия, которую они пережили. Если возьмем следующее поколение, последующее поколение, которое у нас будет в стране, фотографы, новые Смольниковы, что они будут фотографировать? Как вы считаете? Сделайте прогноз, пожалуйста. Вы знаете, жизнь так многообразная и широка, и человек, который имеет талант к фотоделу. Но я имею в виду не тех, кто просто щелкает телефоном. Сейчас мы все фотографы. Но фотохудожниками становятся далеко не все. Кстати, один из моих недавних героев – Алавердов. Он тоже очень разнообразно снимает. У него не только ветераны-герои. Он находит свое вдохновение в том, что он снимает великолепные пейзажи. Что такое красивый пейзаж, который задерживает на себе наше внимание? Это любовь к Родине, это любовь к тому уголку Земли, на которой мы живем. То есть они найдут героев, потому что эти герои подрастают. Просто они будут другими. То есть можно предположить, что последующие фотографы могут снять великолепные портреты переживших коронавирус? Ну, не знаю. Не хотелось бы в светлое утро говорить о чем-то таком печальном. Я думаю, мы переживем эту страницу в нашей жизни, перелистнем и пойдем дальше. И будем радоваться жизни, и будем с уважением относиться к нашим старикам, и будем искать новых героев. Дай Бог вам здоровья. До новых волнующих встреч. Спасибо большое. Таким мы сделали это витаминное утро. Приятных вам вестей. И не жалейте для себя любимых мгновений тишины. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!